всем привет люльку я наконец доделал теперь самое время вернуться к изготовлению корпусов я обещал показать как я их собираю эти новые корпуса но как-то так получилось что почти уже все сделали до сих пор не заснял изготовление осталось всего ничего так что сегодня пока еще не все доски израсходованы покажу как я изготавливаю в этом году корпуса вот у меня высушенные подготовленные доски их уже там где есть обзоренные обливенные все счистил сошкурил нелегко обрываются от сушеных досок и я буду снимать естественно не все целиком потому что если я буду снимать весь процесс например строгание всех досок это будет слишком долго просто на один корпус сколько досок то есть а дальше буду останавливать и сам уже дострагивать потом все это собирать так что покажу как можно торцевать щиты чтобы это было быстро либо циркуляркой либо обычной ручной пилой в общем сейчас все покажу я уже настроил себе стол для строгания мешок подставил для стружки чтобы было куда лететь кстати я не знаю когда недели две назад наверное уже сделал себе здесь ящик сбоку мастерской вот он из тех досок из поддонов для именно стружки потому что она бывает куда-нибудь понадобится для растений юли или еще куда и буквально за несколько дней я его наполнил почти до краев так что теперь он у меня пустой ладно поехали сейчас начнем строгать после того как все отстрогано можно переходить следующей операции до пиления сначала надо напилить шипов потому что я соединяю все на шипы без всякого клей просто на саморезы а потом уже напилить в каждой доске пазы под эти шипы так что сейчас этим мы займемся я уже переоборудовал фуганок под цирку под циркулярку сейчас запилим вставные шипы напилены здесь к счастью их надо не очень много по 16 штук на каждый корпус поэтому это все очень быстро сейчас теперь будем пилить в щитах точнее в досках для которые для щитов у меня приготовлены пазы для того чтобы их соединять собственно этими шипами теперь можно приступать к сборке сейчас на примере одного корпуса быстро покажу понадобятся для торсования вот такие вот заранее приготовленные ровные желательно идеально прямоугольники в размер деталей в размер стенок корпуса сами собственно доски и какие-нибудь палки для того чтобы это все стягивать пока корпус будет не будет собран чтобы они никуда не ерзали поскольку эти щиты не клеены ну собственно и все сейчас это я все соберу покажу и дальше расскажу как можно отторцевать двумя способами без циркуль без торсовочной пилы и собственно старсовочной ну что я сделал первый щит я собрал вот на такой палки понятное дело его я буду торцевать на торсовочной пиле а щит который я буду торцевать ручной циркуляркой мне понадобятся две вот такие направляющие я заранее знаю сколько у меня толщина пильного стола у циркулярки ровно 11 сантиметров то есть я отрезаю ой отрезаю отмеряю с каждой стороны по 11 и уже здесь шуруповертом прикручиваете направляющий по которым я буду собственно и производить отрезание если резать рукой точность мягко скажу хромает но если циркулярка хорошие новое то можно и рукой ровно отрезать но бывает какие-то все-таки скосы и неудобства это все доставляет поэтому лучше всегда отпиливать циркулярной пилой особенно какие-нибудь вещи которые требуют точного отпила и чтобы не было никаких заусенцев фанеры и еще прочее именно таким вот способом поэтому сейчас я это и сделаю вот и все можно теперь будет потом последствия этот щит отторцевать ну и чтобы отторцевать здесь тоже придется снять эти направляющие пределы здесь длинную если нет торцовочной пилы то это один из единственно возможных вариантов сделать все это как можно ровнее и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, вот и все. Получилось у меня четыре корпуса. Я доделал верхние недостающие здесь планочки. Размер прострогал. Все корпуса плотно прилегают друг к другу. Естественно, если бы был рейсмус, это все было бы намного лучше, ровнее, симпатичнее. Но рейсмуса нет. Плохо, когда здесь по конструкции, поскольку у меня соединено только с саморезами, надо, чтобы доски между собой пересекались. Боковые и торцевые. Иначе все это просто может сняться на шипах, и все, когда улей возьмешь. Поэтому пришлось прибегнуть в торцах, использовать доски 150-ки. Они пиленые на ленточной пиле, поэтому они имеют разную непостоянную толщину. А вот сотки доски пилены на многопиле, на циркулярке. Они там все одинаковые. Поэтому разница, вот эти ступеньки, перепады и все прочее, конечно бы хорошо компенсировалась рейсмусом. Ну ладно, это как-нибудь в будущем, я думаю, что приобретем. Но так в целом, это еще не окончательный вариант корпуса. Там еще будут небольшие, вполне вероятно, что нащельные планки, потому что я это все делаю в торец. Сначала первые корпуса я там так же в шип, в углу делал, но из-за того, что доски очень сухие, получалось так, что часто лопалась вот эта тоненькая кромка, которая в торце, и получалась дырка. Поэтому я от этого ушел и просто закручиваю в торец, и там скорее всего сделаю нащельные планки, которые будут немножко продолжаться вниз, как бы создавая посадочное гнездо для дна. Ну в общем, это я потом все покажу, сам еще придумаю окончательно, когда и без поворот. У меня, кстати, сейчас опять заказали люльку, еще одну. Поэтому надо будет еще ужать сроки изготовления всего, чтобы вместить туда и люльку. Ну в общем, ладно, посмотрим, как это все будет. Значит, пока что вот корпус такой, простейший, из доски 25-ки толщиной, и без ничего. То есть без всяких там воздушных промежутков, как я раньше делал. Посмотрим, как это все будет работать. Корпуса, кстати, сейчас на 300, и буду использовать магазины на 145. И один у меня будет улей. Один или два, я не знаю, поскольку у меня есть семья, которая зимует сейчас в 230-м корпусе, чтобы, если она выйдет из зимовки хорошо, то ее тоже придется делить, естественно. И для нее мне нужен 230-й корпус. Его изготовление намного проще, чем 300-й, потому что можно не строгать отдельно каждую доску, собрать сначала щит и его прострогать, потому что он влезет как раз у меня ровно 290 где-то проход, рубанка. Поэтому целиком будет влазить целая боковинка или торцевая, торцевой щит всего корпуса. Здесь же у меня 31 по высоте с запасом в сантиметр. Ничего не проходит, поэтому надо строгать все отдельности, это неудобно. Вот посмотрим, 230-й, наверное, будет намного лучше. Ну ладно, все, на этом всем пока-пока.